Папа готовит за мной в космос. Там где звездочки. Четырехлетняя Кира вместе с мамой пришли на работу к папе, к космонавту Антону Шкаплеру. Уже через месяц он впервые полетит на Международную космическую станцию. Она понимает, что папа космонавт, он полетит в космос. Для нее это, конечно, все вот, то, что она видит по телевизору, это все забавно, интересно. Ну, полетит и интересно. Впереди космические перегрузки, серьезная работа на орбите и выход в открытый космос. А пока ежедневные тренировки и возможность еще раз пообщаться с дочкой. Большая удача. Сегодня выход в открытый космос отрабатывают в бассейне. Эту идею в 1965 году предложил Алексей Леон. Первый космонавт планеты, который совершил выход в открытый космос. Леонов понял, еще на Земле надо проводить тренировки в безопорном пространстве. И самая подходящая среда для этого – вода. Космонавты надевают скафандры, точнее, входят в них. Весит такой скафандр 80 килограммов. Подводная амуниция отличается от настоящей космической. В ранце за спиной нет приборов жизнеобеспечения. Воздух для дыхания поступает по шламу. Подгонка по фигуре и короткий инструктаж. Тренировка проходит на глубине 8 метров. Передвигаться под водой космонавтам помогают водолазы Центра подготовки космонавтов. Общение с жестами, а с инструктором – по радиосвязи. Внимание, технологическая операция. Первого-второго оператора заводим внутрь СО, ногами в сторону ПХО. За бортом станции работают только парами. Это закон. Новичок Антон Шкаплеров тренируется с Олегом Каноненко. В 2008 году Олег Каноненко уже был на МКС. Работал там полгода и дважды выходил в открытый космос. Когда я открыл люк, я первое, что сделал, я посмотрел вниз на землю. Вид земли, конечно, совершенно, и ощущения совершенно другие, чем когда ты смотришь изнутри станции в иллюминатор. Вот земля поразила своими размерами, своей красотой. О своем первом космическом полете Каноненко вспоминает с удовольствием. Хотя признается, работать в открытом космосе нелегко. В день моего второго выхода Андрюшка, мой сын, с утра встал, начал собирать чемоданчик. Говорит, папа в первом выходе устал, я, наверное, пойду к нему и помогу. Сегодня космонавты отрабатывают установку на МКС специальных панелей. Эта многослойная конструкция – еще одна защита российских модулей от микрометеорита. Олег, вы просто перевели его, да, в другую сторону наклонили? Да, и сзади хорошо лежит. Хорошо, да? Ну, это здесь. Ориентируйте панельку маркировкой наверх к себе. Панели надо установить и подогнать так, чтобы они полностью повторяли силуэт станции. Их надо не просто установить, а надо установить в определенном месте и в определенной конфигурации, потому что они повторяют силуэт станции, все выступающие поверхности, поэтому нужно было точной, верной работы, как мы говорим. Готовятся космонавты и к проведению двух опытов. Первый называется «Выносливость». На борту станции установят специальные контейнеры с образцами сплавов, которые используют при строительстве космических аппаратов. Потом их вернут на Землю, чтобы узнать, как космос влияет на материалы. Второй эксперимент – поиск на борту МКС космических зайцев. Ученые подозревают, на орбитальной станции могли завестись непрошенные земные гости. Мы под FT, это ткань, которая покрыта станцией, берем мазки с герметической поверхности станции, дальше это все герметичное укладывание, отправляем на Землю. Ученые дальше смотрят, какие бактерии живут, потому что были найдены живые бактерии, и сейчас смотрят, как они будут влиять на коррозию металла. Самое главное – понять долговечность станции и есть ли жизнь в атмосфере, которая находится вокруг станции. На станцию космонавты отправятся в разных экипажах. Шкаплеров в сентябре, Каноненко в ноябре этого года. Но на орбите встретятся, чтобы вместе выйти в открытый космос и показать, чему они научились на Земле в гидробассейне.